лютый кал да где 8 струнная гитара где 8 струнная гитара ну всего какие-то полтора года прошло я не знаю чего прям суетитесь сейчас все сделаем и послушаем многие спрашивали на стримах когда когда мы это увидим и послушаем писали мне в личное сообщение но большинство уже потеряли всякую надежду и тем не менее 8 струн с алиэспресс друзья если кто-то пропустил эту историю то всего-то полтора года назад в новогоднюю ночь семнадцатого на восемнадцатый год мы на стриме выбирали себе гитару возникло такое желание приобрести гитару с алиэспресс мы выбрали 10 вариантов в группе hard sound вконтакте я провел голосование голосовала 800 человек и большинством голоса выбрали этот инструмент вот такой вот 8 струнные типа ltd 408 инструмент со стандартной астратовская мензура 25 с половиной и мы в прямом эфире эту гитару получили распаковали послушали после чего я гитару убрал под кровать и забыла не почти на полтора года короче у гитары были следующие проблемы первое это лады лады с были совершенно отвратительные не отшлифованные не закатанные все лязгало играть было реально больно не то что там не звучало было играть больно лады нам поменяли в гитарной мастерской гордеев гитар с александр поставил на симптонс два с половиной миллиметров и сказал также что гриф ровный как это ни странно гриф ровно тут стоит два анкера все регулируется все можно настроить с этим проблем никаких нет а и по поводу звукосниматели датчики звучат кошмарно но мне подогнали наши подписчики вот к такой комплект к сожалению это не фокин пикапс но в этой коробке лежат звукосниматели от гитары на кракен восьмиструнные гитары кракен корейской гитары очень неплохой на самом деле поэтому я думаю эти звукосниматели будут звучать весьма и весьма неплохо ну по крайней мере уж точно лучше чем вот эти родные которые просто сразу в мусорку а проблема в том что я их не могу на сходу поставить почему потому что эти датчики это копия им же 808 а тут как вы видите есть ушки и короче датчики напрямую не ставятся мешает корпус я хочу расфрезеровать тут отверстие установите звукосниматели далее поставить струны это будут струны а дырки titfit 1075 и все нужно будет настроить тут нужно будет подпилить порог и после этого мы наконец-то послушаем как же это дело звучит ну если скажем так это довести до ума друзья все мы любим гитары и кто-то уже собрал себе целую коллекцию дорогих инструментов а у кого-то это одна единственная но зато самая лучшая и самая любимая гитара но друзья вы уверены что ваши инструменты находятся безопасности я хочу вам порекомендовать магазин zipvideo.ru там большой ассортимент различного оборудования для защиты вашего дома например там есть вот такие недорогие айпи камеры как она работает вы вешаете куда угодно там в комнате вот у меня сейчас висит одна камера в углу питание у нее от юсб и по вай-фай она цепляется к интернету дальше вы откуда угодно из любой точки мира с обычного телефона можете посмотреть что у вас происходило в комнате можно посмотреть записи список записи также можно смотреть в реальном времени что происходит в вашем помещении например вы уехали в отпуск и хотите посмотреть что делают коты в вашей квартире открываем приложение смотрим запись и какого черта друзья ссылка в описании разберетесь вернись для начала открутим гриф карман не слишком аккуратно обработан снимаем родные датчики и откусываем все мешающие провода к слову датчики от кракена не одинаковые он и кого как и полагается расстояние между магнитопроводами меньше как вы видите эти уши мешают прикрутить датчики отмечаем место фрезеровки изначально я хотел воспользоваться вот таким дремелем который я одолжил у одного усикальщика любителя хэштега nails никогда не забывайте про безопасность но попробовав точить кончиком дремеля я понял что буду делать этот до утра и взял нормальный мужицкий инструмент с погружением час работы и наши ушки профрезерованы устанавливаем датчики делаем простейшую электронику и прикручиваем гриф методом и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я думаю, можно смело сказать, что да, джин тонуло, но обо всем по порядку. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Александру из мастерской Гордеев Гитарс, который поставил сюда новые лады. Если бы не он, то, я не знаю, эта гитара до сих пор валялась бы под кроватью. Лады поставлены отлично. Это Симтонс 2,5 мм. Все отшлифовано, отполировано великолепно. Струна стоит очень низко, при этом ничего нигде не лязгает, не звенит и играть очень приятно. Так что, друзья, если вам нужно поставить лады, отшлифовать, отполировать и произвести любую другую работу с гитарой, то мастерскую Гордеев Гитарс можно смело рекомендовать. Ссылочка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Далее, звукосниматели. Как вы помните, тут стояли родные датчики, ну, короче, это был лютый кал. Они одновременно были слабые, они сильно фонили и при этом выдавали очень мерзкий такой околосингловый звук. Короче, полный трэш. Но благодаря нашему подписчику Олегу, теперь тут стоит пара датчиков с гитарой Kraken. По-моему, модель Octa, если я не ошибаюсь. Как по мне, датчики вполне себе прижились. Ну и давайте сразу по поводу звука. Я считаю, звук у этой гитары вполне себе нормальный. Да, я понимаю, будет очень много комментариев от суперспециалистов, которые сразу скажут по поводу дешевой деревяйхи, алиэспрессо, короткая мензура 25,5 и еще что-нибудь там придумают. Ну, ребят, на самом деле мы все привыкли к звуку шестиструнной гитары. Даже если она в пониженном строе. Мы к этому звуку уже адаптировались и мы отталкиваемся от, скажем так, тех стандартов, которые у нас в голове осели. Но восьмиструнная гитара, строй Fadies, это достаточно молодой инструмент и, скажем так, еще нет стандарта этого звука. То есть, по сути, любой звук, который вы можете накрутить, это будет звуком восьмиструнной гитары. То есть, нет еще никаких серьезных стандартов. Есть, в принципе, два направления. Первое, это когда звук восьмой струны делается максимально жирным и фузовым, уже близким к звучанию перегруженная бас-гитара. То есть, у вас получается шестиструнная гитара с нормальным серединистно-жирным звуком, но восьмая струна уже начинает откровенно фузить. Я такой звук получил спокойно с предусилителем SLLD. Получается очень массивный, низастый звук. Второе направление, это когда делается максимально сухой стреляющий звук на восьмой струне. Ну, в стилях джент, джентообразных, где используется вот этот звук с таким резким атакующим саундом. Энгл вполне себе дает этот сухой звук. Да, шестая струна уже начинает звучать слишком тонко. Но, к сожалению, тут от этого не уйти. У гитары очень большой диапазон от первой к восьмой струне. И поэтому тяжело подобрать оборудование, чтобы по всему диапазону был ровный вменяемый звук. Либо он будет нормальный на шести нижних струнах и при этом фузить на восьмой струне, либо мы настроим сухой звук на восьмой, но при этом первые шесть струн будут уже достаточно сухими и без нормального рабочего низа. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом эти дайчики звучат вполне себе ровно, то есть нет каких-то серьезных частотных перекосов, ничего не гудит, не зудит, то есть это вполне нормальный звук. Флажолеты играются, то есть гитара не мутная. Как это ни странно, у гитары вполне себе неплохой сустейн, вы слышали, то есть я тяну ноту, и она реально тянется, она не глохнет сразу. Как это можно было бы предположить на китайской гитаре с Алиэспресс? Ну, как вы видели, здесь дерево. Это не фанера, не бумага, когда я делал фрезеровку, а там дерево. Причем это вряд ли альха или липа, слишком оно темное. Возможно, это какой-то дешевый вариант красного дерева. Франата, Агатис или что-то в этом роде. Франата, Агатис или что-то в этом роде. 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 Итог. Стоило ли заниматься таким экспериментом? Да, конечно же стоило. Друзья, во-первых, стоит понимать, что это самая дешевая восьмиструнная гитара в мире. Она стоит 12 тысяч вместе с доставкой из Китая. Дешевле вы просто ничего не найдете, по крайней мере из новых инструментов. Да, конечно, лады и датчики сразу в мусорку, но в целом, после замены ладов и датчиков, эта гитара вполне себе нормально работает. Есть, конечно, два нюанса. Первый нюанс относится к мензуре. 25,5 дюймов на семи струнах, то есть на C, еще звучит хорошо и нормально, то есть натяжение плотное. На восьмой же струне Fadiest, и особенно когда я в Mi перестраивал, уже ощущается недостаток натяжения. А звук не такой утробный, как, например, на 27 дюймах. Но что имеем, то имеем. В конце концов, на оригинале, с которого эта гитара слизана, это LTD, по-моему, F408, там такая же мензура, то есть они просто ее повторили. И второй момент, который, в принципе, не особо уже касается конкретно этой гитары, это вообще восемь строн. Гриф тут, на самом деле, не сильно широкий, и из-за этого межструнное расстояние на этой гитаре очень маленькое. У меня реально пальцы сюда не помещаются, мне приходится прям контролировать и смотреть, куда я прижимаю. У меня пальцы задевают постоянно соседние лады, соседние струны. И я за три дня, сколько играл на этой гитаре, привыкнуть к этому не смог. Конечно, если поиграть там недельку-две, ты привыкаешь, но сходу на восьмиструнной гитаре играть сложно. Откровенно сложно, из-за того, что просто не можешь пальцами ориентироваться, где там шестая, седьмая и восьмая струна. В общем, друзья, вот такая получилась история длиной в полтора года, как мы купили эту гитару. И да, я ничего не забыл, у меня есть список тех донатеров, которые донатили на эту гитару. Мы на стриме собрали как раз там около 12 или 13 тысяч, и у меня есть список этих людей. Кстати, среди них есть Ваганыч, и эта гитара уйдет одному из них. То есть я эту гитару у себя не оставляю, я ее подарю одному из тех, кто на эту гитару донатил. Друзья, пишите комментарии, что вы об этом думаете, какую гитару может стоить еще посмотреть на Алиэспресс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Кирилл, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!